20.30 Новосибирские области. Вы смотрите итоговый выпуск новостей ОТС в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Я с удовольствием ознакомлюсь с этими достижениями. Мне бы хотелось, чтобы посещения были больше насыщены какими-то проблемами. Проблемы районов от первого лица. О чем рассказали главе региона на западе Новосибирской области. Это было просто за свою здоровую тяпцию. Но мы же всегда. У нас пока по-русски жареный питок, так мы и не хватаемся. Инсульт уже не болезнь, а эпидемия. Как распознать его признаки и уберечь себя от инвалидности. Я думаю, наши мастера в ближайшее время все это сделают. Все для того, чтобы этот инструмент выглядел как вот новый. Новая жизнь старых инструментов. Кто ремонтирует баяны и балалайки для сельских клубов? Новосибирск. Венгровский мясокомбинат – главное сельскохозяйственное предприятие района. Здесь и колбасу коптят, и сосиски упаковывают, и пельмени лепят. В этом году открыли новый склад. Объемы растут, хотя коллектив небольшой. Коллектив 50-го человека – это только те, которые производятся. Собслуга 150 человек. Это торговля 60 человек практически. Транспортный цель. В местной сельской школе образовательные технологии на уровне мегаполиса. Большинство уроков в интерактивном режиме. Многие классные часы посвящены истории района. Школьники сами пишут буклеты и брошюры. Самой главной достопримечательностью нашего района является Спасский монастырь. Также его недавно, так сказать, реставрировали. Реставрацией ждет и это здание. В бывшем католическом костеле сегодня педиатрическое отделение больницы. Ремонта не было с прошлого века. В одной маленькой комнатке два врача. Гардероба тоже нет. Как и отбоя от пациентов и их родителей. Бывают очереди. Особенно весна-осень, когда наплыв заболеваемости простудными заболеваниями, у нас бывают очереди. У нас нет приспособленных кабинетов, где мы могли расположить все то оборудование, необходимое для приема полноценного ребенка. Перспективные проекты обсуждают в администрации. Например, через район должна пройти дорога к нефтяному месторождению в Тюменской области. Всего 300 километров. Сейчас обходной путь 2,5 тысячи. Трасса не только решит транзитные проблемы. Это путь к строительству новых производств. В первую очередь, переработке леса. Это строительство автодороги через Орловку. Мое отношение к этому, что при достаточной аргументации этого проекта, аргументации именно с точки зрения потенциала появления новых проектов, новых промышленных предприятий, я этот проект готов поддержать, в том числе финансово. О дорогах говорят и в соседнем районе, Чановском. Ферма в селе Красное. На работу дояркам можно дойти только в сапогах. Освещения по дороге нет. Хотя сюда переезжают на работу даже за сотни километров. Условия хорошие. Зарплата сдельная. Рассчитать можно самой. 82 копейки за каждый литр молока. Люди остаются. Остаются и социальные проблемы. Проблема у нас еще с садиком. Садик мест не хватает. Не хватает. У нас сегодня в школе 65 человек. 332 человека сегодня проживают на нашей территории. 65 человек. Две смены. Гордость района – курорт озера Карачи. Федеральный проект «Мировой уровень». Рядом завод по разливу воды. Минералка наполняет и бюджет, и миллионы бутылок для оздоровления пациентов. Все через что идет. Вода, почки, печень, желудок, кишечник. Все лечит. Всего за три года здесь провели масштабный ремонт. Архитектуру старых зданий сохранили полностью. Даже водонапорную башню начала прошлого века. Зато внутри самое современное оборудование. Даже лечебная грязь поступает по специальной трубе. И собственный аквапарк есть. Добираться тоже стало проще. Но ненамного. От курорта озера Карачи до одноименной железнодорожной станции всего 5 километров. Но из огромного количества пассажирских поездов, которые идут в сторону Москвы, останавливается не более десятка. Да и те на несколько минут. Именно на поезде приехал сюда исполняющий обязанности губернатора. На совещание с главами всех районов области. Журналистом Андрей Травников говорит, программы будущих визитов лучше переписать. Времени мало. Использовать его нужно для решения проблемных вопросов. Я понимаю, что главам района очень важно рассказать о каких-то достижениях в интересных проектах, которые они реализовали на своей территории. И я с удовольствием ознакомлюсь с этими достижениями. Но мне бы хотелось, чтобы посещения были больше насыщены какими-то проблемами. В состоянии социальных объектов, необходимость решения коммунальных проблем, необходимость поддержки в развитии каких-то инвестиционных проектов. В следующий раз глава региона уедет из областного центра в субботу, в приграничные с Казахстаном районы. Сергей Толмачев, Александр Ведерников, Новости ОТС. Новым главой Совета муниципальных образований Новосибирской области избрали Виктора Губера, главу Чановского района. На заседании Совета не только выбирали председателя, но и обсуждали рекордный урожай. Элеваторы после уборочной заполнены, а вот спроса на зерно нет. Продавать продукцию аграриям приходится ниже себестоимости. И во многих хозяйствах предпочитают пока оставлять пшеницу на складах в ожидании изменений на рынке. Серхозпредприятия все несут убытки. И дабы нам подойти к весне и к следующей посевной, выйти из этой тяжелой ситуации. Да, есть какие-то предпосылки, что будет федеральная помощь, снижение тарифа, закуп зерна государства. Но пока на сегодня, к сожалению, серхозпредприятия в большей степени закредитованы. Им надо платить сегодня. Зарплату надо платить сегодня, налоги надо сегодня платить. К другим темам. Сегодня Андрей Травников потребовал от членов регионального правительства активизировать проектную деятельность. Уже сейчас на федеральном уровне успешно реализуют такие проекты, как безопасные и качественные дороги и комфортная городская среда. Заглянуться назад, мы видим, что на самом деле работа над проектами сводилась к добросовестному исполнению поручений руководителя, директивных поручений руководителя без достаточной инициативы и внутренней ответственности участников этих проектов. Поэтому просьба отнестись к этому ответственно. Мало того, я считаю, что в перечне региональных проектов или в перечне проектов регионального уровня в том числе должен появиться еще один проект. Проект постоянного совершенствования государственного управления на уровне региона. И сегодня же утвердили финальные правки в бюджет на предстоящий год. Объем доходов региональной казны увеличили почти на 3 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря позитивным прогнозам роста по налоговым отчислениям на 1,5 миллиарда. Дополнительные средства пойдут на повышение зарплат в сфере образования и культуры. А районным бюджетом помогут рассчитаться за топливо при подготовке к зиме. 29 октября в мире отметят день борьбы с инсультом. Это заболевание эксперты Всемирной организации здравоохранения определили как эпидемию еще 13 лет назад. В нашей области показатели смертности за последние три года снизились почти на 12%. Как удается предупредить болезни, что значит правило золотого часа? Расскажет Наталья Цопина. Галина Ткачева не помнит, как в пятницу ей стало плохо, как потом попала в больницу и провела первые дни в реанимации. Уверена, главная причина болезни – стрессы. И здоровьем своим надо было заниматься раньше. У меня просто летом было, я просто падала. Надо было просто за свой здоровый взят, но мы же всегда, у нас пока, кажется, по-русски жареный петух, так мы и не хватаемся. Ну вот, если бы я, может, обратилась, тогда прошло бы исследование, тогда вполне возможно бы этого и не было. Не забывать о профилактике просит не только Галина Ивановна. Неврологи напоминают – проходите диспансеризацию, посещайте центры здоровья. А если появились первые признаки инсульта, то сразу же вызывайте врача. Правило золотого часа – если лечение начать оперативно, можно предотвратить инвалидность и часто даже спасти жизнь больному. При инсульте начинается кислородное голодание клеток мозга. Какая часть мозга будет задействована в данной ситуации, таков будет и дефект. Очень часто это дефекты двигательные, достаточно часто бывают чувствительные дефекты. Возможно, после развития инсульта, развития эпилептических припадков. Всё это, конечно, очень серьёзно влияет на качество жизни пациента. Как узнать первые симптомы? Медики рекомендуют попросить пострадавшего улыбнуться. После инсульта улыбка не будет симметричной. Не сможет больной и поднять руки на одинаковую высоту. Также, если произошёл инсульт, человеку трудно будет построить фразу, отчётливо произнести звонкие согласные. Треть пациентов погибает из-за несвоевременного обращения к врачу. Важно и то, какие у человека сопутствующие заболевания. Здесь свою лепту может носить и сахарный диабет, который не всегда адекватно контролируется на этапе до поступления в стационар. И нарушение ритма сердца, и длительная обездвиженность – это тоже один из факторов риска ухудшения состояния и наступления летального исхода. Галина Ивановна сегодня первый день может сидеть, говорить, пробовала ходить, пока с палочкой. Но надеется, уже скоро от неё откажется. Сначала реабилитация в больнице, а дома ждут четыре маленьких внука. Игры с ними – самая настоящая лечебная физкультура. Наталья Ацопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершён. Делегаты из разных стран мира возвращаются домой. Сегодня в аэропорту Толмачёва впечатлениями от поездки делились и сибиряки. Прекрасная, крутая атмосфера, доброжелательная. Было видно, что иностранцы хотят взаимодействовать с Россией и реализовывать различные совместные проекты. Сейчас нужно немножко отдохнуть и с новыми силами реализовывать и создавать новые проекты уже у себя здесь на родине. Это информационные итоги дня, прямой эфир. И смотрите далее в нашем выпуске. Дом сейчас находится не в самом лучшем состоянии. Всё-таки в этом году ему исполняется 100 лет. С точки зрения архитектуры он никакой ценности не представляет. Знать технологический процесс выполнения этого задания, а также соблюдать всю технику безопасности, также знания должны присутствовать. Это моя жизнь. Мне надо даже сниться. Мне последние три дня сниться, как я тренируюсь, и мне Ирина Юрьевна хвалит. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! В медцентре «Доктор Ост» самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата лечат по передовым технологиям. Без операции, без протезов, без лекарств. С 2008 года мы вернули к полноценной жизни без боли в спине и суставах свыше 24 тысяч пациентов. Теперь в медицинский центр «Доктор Ост» и в Новосибирске. Не упустите возможность пройти курс лечения по нашей авторской схеме. Опытные специалисты и уникальное оборудование. В честь открытия приём невролога всего 500 рублей. Центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». 209-38-38. Жители и гостей города приглашают меховая ярмарка «Территория меха». Шубы из мутона, норки, куницы, соболя, лисицы, кёрли, каракуля, а также мужские зимние куртки из кожи и головные уборы. В ассортименте меховой ярмарки известные бренды. Более 1500 шуб. Безупречное качество меха и пошива, тщательно продуманный крой, актуальная длина и фактура – всё это позволяет подобрать шубу идеально по любой фигуре и по душе. Размеры от 38 до 64. Свою модель найдёт даже самый придирчивый покупатель, а опытные продавцы помогут определиться с выбором, учитывая особенности вашей фигуры, вкус и возможности. Организаторы выставки провели мониторинг цен конкурентов и снизили стоимость на все меховые изделия. А если не хватит наличных, оформите рассрочку или кредит. То, что вы давно искали и хотели купить на территории меха. С 17 по 24 октября в Доме офицеров. Красный проспект, 63. Внимание! Новое имя воды в Новосибирске. Дио! Компания «Росинка Сибири» меняет имя. Артезианская вода из собственного источника глубиной 105 метров в лесной зоне Академгородка. Дио! Ещё вкуснее, ещё полезнее. Заказ по телефону 339900. Главное в подарке – эмоции, которые он вызывает. Дарите душевные подарки вместе с рекламной группой «Твой городок». Приходите к нам, и мы вместе создадим подарок, который будет радовать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые серьёзные награды в телевизионной карьере. Здравствуйте, Екатерина. В концертном зале имминикации только что завершилась церемония награждения победителей конкурса журналистского мастерства «Сибирь-Про». Десяток лучших работ выбрали почти 600 заявок. Среди победителей – шеф-редактор службы новостей телеканала ОТС Светлана Антимонова. Её фильм «Горы, которые нас покоряют» о восхождении на пик Хан Тенгри в Киргизии получил наивысшую оценку экспертного жюри. Я, прежде всего, хочу поздравить и тебя, и себя, Катерина с победой. Это большая честь для нашей телекомпании, что сразу два финалиста в этом значительном и интересном конкурсе. А фильм уникален тем, что он не совсем обычный. Я выступаю здесь и в роли журналиста, и в роли оператора, и в роли режиссёра, и, собственно говоря, в роли альпиниста. Именно поэтому этим он и уникален. И я бы никогда не смогла сделать этот фильм, если бы не поддержка моей телекомпании, которая позволяет, отпускает меня в такие длительные экспедиции, где мы можем прославлять наш регион. Не буду скромничать и добавлю, что один из моих сюжетов о путешествиях студентов НГУ по районам области также стал первым в номинации «Молодая Сибирь». От себя хочу сказать спасибо коллегам и редакторам за поддержку и зрителям за внимание. На этом у меня всё. Екатерина? Спасибо. Екатерина Киселёва с торжественной церемонией вручения профессиональной премии журналистов «Сибирь.Про». Чаще летаешь – больше шансов. Сегодня в Новосибирске провели лотерею среди путешественников, которые предпочитают авиатранспорт. О том, как выиграть полмиллиона в нашем следующем сюжете. Больше двух тысяч человек в масштабном розыгрыше от самого крупного холдинга Западной Сибири. Обладатели билетов на любое направление. Потенциальные победители. В случае, если человек выполнял несколько полетов, а такие у нас есть, у нас есть люди, которые по 30 раз успели слетать за этот период времени, в каждый их билет участвуют в розыгрыше. И если «Фортуна» улыбнется, то они получат несколько призов. Разыгрывали 230 призов. Елене Силантьевой «Фортуна» улыбнулась лишь однажды. Зато в самом финале. Мне внук сказал, что если я что-то выиграю, то я обязательно куплю ему лего. То есть на большее мы как-то не рассчитывали. Очень удивилась. Организаторы розыгрыша – крупнейший холдинг по продаже авиабилетов, железнодорожных билетов, туров, куда входит Центральное агентство воздушных сообщений. Тариф «Мастер», «Астекс-сервис» и Сибирское агентство воздушных сообщений совместно с авиакомпанией «Аэрофлот», предоставившие несколько бесплатных авиабилетов. Намерены продолжать проводить лотереи среди тех, кто покупает билеты и туры в офисах холдинга. Точки продаж на улице 1905 года, дом 83, и Гоголя, дом 3. Николай Цальников, Екатерина Киселева, Евгений Агеев. Новости ОТС. В Новосибирске стартовал региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс». Это национальные соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Его проводят по 15 компетенциям – от малярного дела и ремонта автомобилей до технологии моды. В организации соревнований принимают участие компании Новосибирской области, готовые по итогам взять специалистов в штат. Это та площадка, национальный чемпионат, которая на равных позволяет ребятам не только продемонстрировать свои компетенции, свои возможности, навыки, умения, но и самое главное – заявить себя в качестве будущих обучающихся, которые могут быть трудоустроены в той или иной организации. Писатель Захар Прилепин и рок-музыкант Глеб Самойлов подписали интернет-петицию в защиту дома Янки Дягилевой. Напомню, одноэтажное деревянное здание на Ядринцевской, где жила рок-исполнительница, стоит в очереди на снос. Автор репетиции предлагает для начала изменить его статус, чтобы дом не снесли, а позже открыть музей сибирского рока. Отмечу, что петицию уже подписали больше трех с половиной тысяч человек. Дом сейчас находится не в самом лучшем состоянии, все-таки в этом году ему исполняется сто лет. С точки зрения архитектуры он никакой ценности не представляет, однако авторы петиции предлагают сохранить его не только как музей сибирского рока, но и как пример старой застройки Новосибирска. Будет ли это персональный дом-музей Янки Дягилевой или в этих стенах стоит собрать коллекцию, посвященную сибирским музыкантам в целом? Как и за чей счет реставрировать, все это инициаторы пока лишь обсуждают. Сошлись в одном. Сначала нужно спасти дом от сноса. Самое главное, то есть подать документы все аккуратно. Там процедура, она не быстрая, то есть там, в общем, это все займет, ну, по моим ощущениям, то есть, как вот я подсчитал, там, от полугода до года, то есть, ну, в общем, ну, даст Бог, так сказать, если... Вот пока, пока все говорят, что, так сказать, на нашей стороне, и я, честно говоря, людям верю, то есть я не считаю, что надо там ждать каких-то подвохов. Будем встречаться, будем разговаривать. И Анку Дягилеву называют родоначальницей женского рока, выдающимся деятелем не только сибирской, но и российской рок-музыки. Хотя всю жизнь она прожила в Новосибирске и не гналась за мировой славой. О том, чтобы сделать пока еще обычный жилой дом ее музеем, говорили давно. Три года назад на стене появилась мемориальная табличка, после о здании практически забыли. Новый толчок в истории дал приморский писатель Василий Авченко, побывавший в Новосибирске. Его публикация в социальных сетях о том, что дом необходимо спасать, произвела эффект, которого сам писатель не ожидал. Я очень воодушелен реакцией людей, это действительно так. Но по-настоящему удовлетворенным можно, наверное, будет назвать нас потом, в том случае, если домик будет действительно сохранен, если ему будет придан какой-то статус, статус памятника истории и культуры и так далее. Я надеюсь, что это будет сделано. Среди трех с половиной тысяч уже подписавших петицию, в том числе рок-музыканты Глеб Самойлов и Александр Скляр, писатель Захар Прилепин. Авторы особенно рады тому, что их идею поддерживают по всей стране. И надеются, если дом удастся сохранить, и тем более создать там музей, это привлечет в Новосибирск дополнительный поток туристов. Есть у инициативной группы еще одна мысль. Сделать что-то вроде мемориала сибирского рока и панка на трамвайном кольце за оперным театром. Но это пока только идея. Мария Черешнева, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Тем временем в Новосибирском колледже культуры и искусств открыли мини-музей подарков. Коллекция пока небольшая, но, как говорят, весомая. Горожане передавали старые, практически нерабочие музыкальные инструменты. Но местные мастера вернули их к жизни, рассказывает Рота Келлер. Данный инструмент нам недавно принесли. Как вы видите, тут нет колков, нет струн, нет подставки. Соответственно, дека уже вся рассохлась. Она требует и ремонта, и лакировки. Но я думаю, наши мастера в ближайшее время все это сделают. Все для того, чтобы этот инструмент выглядел как вот новый. Таких инструментов в ремонтном цехе колледжа культуры и искусств гора. Нет струн, отсутствуют клавиши или инструмент просто надо настроить. Прощаться с балалайкой или баяном преподаватели не торопятся. Говорят, сегодня пылиться в футляре, а завтра уже звучит со сцены. Студентам все равно вот эта история, привязанность к истории, это очень много значит в образовательном процессе. Когда ты понимаешь, когда ты приходишь и ты видишь инструмент начала 20 века, на котором играл слепой музыкант, который делал действительно очень невероятные вещи в музыкальном исполнительстве, ты начинаешь по-другому смотреть на свою профессию. И это очень важно, очень важно и для преподавателей, и для детей. Выставка старинных инструментов пока небольшая. Зато среди экспонатов столетний баян, который пережил Октябрьскую революцию и несколько войн. А вот раритет заслуженного артиста РСФСР Полудницына. На нем музыкант играл буквально вслепую. Деревянные инструменты нашего времени – дело рук барабинского мастера. Сам выпиливает, сам расписывает. А вот играют на них музыканты всей Новосибирской области. Пройдя жизненный путь по российской культуре, как специалист, мне было бы стыдно не сделать для поколений, чтобы они знали, что мы начинали, что начинали наши еще деды и прадеды. И таких вершин они достигли, играя на очень сложных инструментах. Знание своей национальной культуры не только произведений, но самого инструмента – это очень значимое. Сегодня, чтобы купить один инструмент, уходят десятки тысяч рублей. Зачастую таких возможностей у сельских музыкальных работников нет. Поэтому в Министерстве культуры организовали акцию. Жители приносят в дар любые ненужные инструменты. Мастера их чинят, настраивают, а после отправляют в райцентр, чтобы у ребят появилась реальная возможность заниматься музыкой. Мне звонят, чтобы просят то аккордеон, то баян. Вот сейчас у меня чисто озерный район, у нас Прокутская, Кочаневский район. Чулы, им везде необходимы баян и аккордеоны, потому что это самый востребованный инструмент, народный инструмент. И, конечно, сейчас важность того, чтобы эти инструменты нам опять принесли. И мы готовы их принимать в колледже культуры, в музыкальном колледже. Несите, мы их будем ремонтировать, и у них будет вторая жизнь. За полтора года действия проекта удалось собрать почти 50 инструментов. Половину уже отремонтировали и отправили в сельские дома культуры. Кроме того, благодаря подаркам от жителей организовали и новый ансамбль. Теперь среди множества концертных номеров можно увидеть и игру на мандолинах. Рута Келлер, Артем Валевич, Новости, ОТС. Путешествие или шопинг – непростой выбор для победителей розыгрыша, который провели в одном из торговых центров Новосибирска. Подробности в нашем сюжете. 50 на 50 тысяч рублей – шопинг или путешествие, выбор за победителем. Нурлан Аскеров размышляет недолго. Выигранные деньги потратит на новый планшетный компьютер. В розыгрыше мужчине повезло дважды. Сначала получил корзину бытовой химии. Скромный подарок не развеял надежду на главный приз. Ждал главного приза. Хотел главный приз выиграть. Чувствовал, что буду выигрывать. В барабане почти 500 купонов. Участники розыгрыша – покупатели торгового центра. За чехи от 2 тысяч рублей – один лотерейный билет. За 10 тысяч – шансы удваиваются. От абонементов фитнес-клуб до бытовой техники дарят призы в торговом центре каждую пятницу октября. В каждом розыгрыше мы разыгрываем очень полезные подарки. Это бытовая техника, это подарочные корзины, это подарочные сертификаты от наших партнеров. И, конечно же, главный приз каждой пятницы – это сертификат на 50 тысяч рублей на шопинг в ТРС Сан-Сити или на путешествие мечты. Три новосибирца уже получили 50 тысяч рублей и выбрали шопинг. Следующий розыгрыш в ближайшую пятницу. Успейте обменять чеки на купоны до 18.00. Екатерина Киселева, Константин Менин, Новости ОТС. Эксперты сайта продаж поддержанных автомобилей озвучили интересную статистику. Машины старше 10 лет с пробегом по России обойдутся покупателю в среднем в 740 тысяч рублей. О том, как подобрать автокредит, расскажет наш корреспондент. Только за последний месяц владельцы 180 тысяч поддержанных легковушек решили продать свои авто. Рынок таких машин растет и в Новосибирской области. Найти необходимый вариант и по цене, и по качеству несложно. Тем более, что приобрести автомобиль в салоне для многих становится накладным. Автомобиль с пробегом, как правило, покупают по двум главным причинам. Основная – это, конечно же, цена. Такие существенно дешевле новых, учитывая, что последние продолжают расти в цене. И такие автомобили считаются проверенными и приспособленными к нашим дорогам. Мы в Банке Восточном идем навстречу своим клиентам в их желании приобрести автомобиль с пробегом. Максимальный размер автокредита составляет миллион рублей. При этом нужен минимум документов и оформление займет всего один день. С правильно подобранным вариантом займа ежемесячные платежи по автокредиту не ударят по семейному бюджету. Кроме того, в Банке Восточный до 17 октября во всех отделениях проходит акция «Выиграть 100 тысяч рублей». Чтобы стать участником, нужно оформить кредит и снять наличные в этот же день. Подробности акции уточняйте у специалистов Банка Восточной. Борис Киргенников, Александр Егоров. Новости ОТС. Определился соперник волейбольного локомотива по решающему раунду квалификации Лиги чемпионов. Им станет Словенская Любляна. Эта команда сильнее боснийской младости и поспорит с сибиряками за выход в групповой этап главного европейского клубного турнира. Первый матч против Любляны в гостях 8 ноября. Ответный дома 12 числа. «Герои с нашего двора». Акция с таким названием проходит Новосибирске при поддержке компании «Ростелеком». Ее участники – представители самых разных видов спорта. И сегодня герои нашего сюжета – юные гимнастки в Сибири. 11-летняя Виктория Беспалова в художественной гимнастике с рождения. Как такового выбора у нее не было. Мама Мария Шиховцова, сама профессиональная художница, входившая в состав молодежной национальной сборной, начала растягивать дочь, как только та начала ходить. В три года Вика уже оказалась в зале, а в шесть – на первых и сразу золотых международных соревнованиях в Израиле. С тех пор один успех за другим. И дело не столько в хорошей наследственности, сколько в трудолюбии. Это моя жизнь. Мне она даже снится. Мне последние три дня снится, как я тренируюсь, и мне Ирина Юрьевна хвалит. И вот Ирина Юрьевна предлагала, вот у нас девочка есть, Эмку, и она у нее не получилась. А мне это приснилось так, что она не сделала, у меня получилось это. Сейчас Виктория занимается под руководством Ирины Дзюба, бронзового призера Олимпиады 1996 года. Минувший зимой этот дуэт поднялся на пьедестал почета на первенстве Сибири, чего новосибирские художницы не делали очень давно. И потом мы поехали на первенство России, и тоже не было возможности готовиться здесь. Весь январь был расписан зал, потому что зал у нас универсальный, разные виды спорта, плюс управление дает на проведение соревнований, потому что катастрофически в городе и в области не хватает спортивных сооружений. И мы вынуждены были с Викой поехать в город Омск, в центр олимпийской подготовки, там помоста. И это очень важно, очень важно, потому что здесь у нас полцемент, и понимаете, да, то есть прыжки и цементный пол. Софья Попродская, которой уже 16, тоже вынуждена тренироваться в совершенно не приспособленных для художественной гимнастики залах. Говорит, из-за жесткого покрытия постоянно болят колени и поясница. Но даже в таких условиях девушка в прошлом году защитила звание мастера спорта. Задача на этот – попасть в призеры чемпионата России и отобраться на Кубок страны. Сделать это будет очень сложно, но художественная гимнастика закалила дух Софьи. Она дала больше дисциплинированности, силу воли, естественно, волю к победе и какой-то очень сильный дух, который тебя держит, какое-то стержень или основание, можно сказать, в жизни. Такой была информационная картина дня. 23 октября в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи. Суставам нужна поддержка? Сенсация! Настоящий биодоступный глюкозамин и хондроэтин из морских глубин. Артрофиш. Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира... ...исправиться от так называемого... ...на улице с каждым днём. Депутаты... Все новости Новосибирской области на сайте вн.ру. Телекомпания ОТС приглашает менеджера активных продаж. Креативность, амбициозность, клиентоориентированность, знания рынка СМИ, оклад, процент отделки. Полный социальный пакет. 347-49-39. Депутаты... Здравствуйте! 24 октября по прогнозу западно-сибирского метеоагентства. Новосибирске осадков не ожидается. Ветер восточный 27 метров в секунду порывы до 14, влажность 77%. Температура ночью минус 2, минус 4, днём плюс 6-8. Последующие 2 суток временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в среду днём опустится до плюс 2, в четверг около нуля. На этом о погоде всё. А я желаю вам всего самого хорошего. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!